Систему производства и оборота лекарств в Беларуси нужно взять под жесткий контроль. Такое поручение сегодня дал глава государства, посещая предприятие Минск Интеркапс. На примере одного производства обсудили развитие всей белорусской фармацевтической отрасли. Сегодня она объединяет 37 организаций и предприятий. Кстати, более половины всех препаратов в аптеках нашей страны отечественного производства. Как будет контролироваться выпуск лекарств, их реализация и импорт, Такую схему должны выработать и предложить президенту в первой половине 2018 года. Давайте договоримся, что в этом году, в первом полугодии, вы полностью практически монополизируете производство, закупки, продажи лекарств. Ну, практически как по алкоголю или табаку. Я не говорю, что вы там цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль, вот так как у него фолдинги, все эти процессы в стране по производству, по продажам внутри и импорту извне, и продажи здесь и в розницу, и в стационар. Есть. Все надо взять под контроль. Фармацевтическая отрасль обеспечивает лекарственную безопасность страны, да и цены на белорусские препараты сегодня куда приятнее импортных. Например, 40% медикаментов отечественного производства по стоимости даже ниже 2 рублей. Вместе с тем, в отрасли пока актуальна проблема посредничества. С теми, кто пытается заработать на разнице от перепродаж лекарств, будут бороться, ведь это порой влияет на конечную стоимость препарата в аптеке. У нас посредник в цене иногда половину сидит. Согласен. Если товар стоит 100 рублей, 50 рублей посредник. Нам это надо? Это удорожает товар. Почему мы не занимаемся этим вопросом? Вопрос номер один. Потому что информации нет, и я уже был готов принять какое-то решение, запретил всякое посредничество. Вон у Шуневича спросите или у Вакульчика. Они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль, продают за 10 рублей. 9 рублей это посредники. Вплоть до того, что если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись. Он и ответит за это потом. Не надо Шуневичу потом за кем-то ходить. Он посмотрел, что-то не так. Твоя подпись стоит. Пошел. Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция. Отсюда берут деньги на взятки и прочее. Президент сегодня ознакомился и с процессом производства медикаментов. Минск Интеркапс выпускает разные препараты от витаминов до лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Этот бренд на отечественном рынке более 20 лет. Однако в 2016 году здесь появилось совершенно новое современное производство. Компания втрое увеличила площади, обновила оборудование. Важно, что продукция на 95% импортозамещающая. Это позволяет ежегодно экономить государству более 10 миллионов долларов. Кроме того, благодаря расширению производства появилось более 70 новых рабочих мест.